Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Например, участника Троянской войны Паламеда, в перечне различных изобретений которого наряду с алфавитом, цифрами, факелом и игрой в гости нашлось место и монете Римляне первооткрывателями монеты считали богов Так писатель Аврелий Виктор утверждал, что сам Сатурн создал монету Другой миф приписывает это изобретение Юноне Монетте, от имени которой, видимо, и произошло название Новейшими исследованиями установлено, что монета появилась в Лидии при царе Гегесе в 7 веке до нашей эры И уже в следующем веке монетные эмиссии широко распространились, как в материковой Греции, так и далеко за ее пределами Каждая старинная монета способна дать целый комплекс интереснейшей информации Их изучением занимаются нумизматы Но определение и описание денежных средств – лишь начальная стадия их работы Главная же цель любого нумизматического исследования куда обширнее и интереснее Связана она, прежде всего, с кладами Сокровища, клад – сами эти понятия необычайно притягательны Что же говорить о людях, профессия которых связана с их изучением? О кладах и о том, что и от кого в них прятали Мы поговорим с доктором исторических наук Профессором кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Белорусского государственного университета Валентином Наумовичем Репцевичем Валентин Наумович, здравствуйте День добрый В обиходе нумизмат – это человек, который занимается коллекционированием монет Вот в более строгом смысле, что является предметом изучения нумизматики Как исторической дисциплины Нумизматы не занимаются коллекционированием монет Более того, и с точки зрения этической чистотат Нумизмат не имеет права коллекционироваться Он обязан сохранять, изучать, исследовать Ну, понятно, в общем, обычное представление, термин нумизмат Это коллекционер Могу вам сказать, что специалисты в области нумизматики Достаточно редкая профессия, сложная Ну, если брать масштабы бывшего Советского Союза У нас был крупнейший отряд в мире нумизматов Их насчитывалось, скажем так, к 22 году Порядка 30 человек Из них четверо доктора, остальные кредитаты наук Нумизматика – это наука Наука об истории денежного обращения Основной источник – опять несколько ошибочное представление быту Сидит нумизма, просматривает монету Да, это необходимый начальный этап исследований И главный источник – это комплексы монет Которые мы называем кладами Но их счастье – это, я могу сказать, с полной уверенностью В масштабах европейского континента Ну, как принято говорить По количеству кладов на душу населения Скажем так, учитывая территорию Беларуси Шагают в первых рядах В первых рядах Ну, потому что они любили прятать деньги Во все времена Да, и неуждены были прятать Потому что история настолько бурная о Беларуси Вот, но Есть соперник, который серьезный соперник Беларуси Это остров Готланд, перепутье ранне-средневекового международного торгового Уже много веков невозможно представить без денежного обращения и денег Вот, были времена, когда чиновник без этого все-таки, наверное, успешно обходился Да, и... Почему вообще появились деньги, и как меня носить их обличие на протяжении веков? Ну, начнем с того, что самые старенькие монеты, самые древние монеты Которые обнаружатся в земле Беларуси Это монеты императорского рима Ну, диапазон хронологический Самый конец первого века новой эры Тере Конец первой трети Третьего века новой эры Но здесь Эти монеты Хотя мы находим клады, я объясню почему Их нельзя назвать деньгами Дело в том, что население Того времени восточнославянских временах Просто, ну, как бы сказать Недоросло до денег Дозрело, да Да, почему? По одной простой причине Причине Деньги это товар Именно специфический вид товара Именно товарное производство Рыночное создало для работы рыночных механизмов Это кислород рынков О товарном производстве этого рима на нашей территории речь идти не может Какие-то зачатки очень убогие Но там возникает сразу вопрос А почему клады все-таки находят зеленое? Объясню только одно Это своеобразный диковинный вид товара, скажем так Очень редкая вещь Стандартность Благородный металл И даже не благородный Единообразие Ну, товар, который могла обладать только социальная верхушка племенная Затем сидит длинный двухой период Несколько веков Отсутствие кладов вообще, да? Да, и поступление вообще Наконец, обычно иногда удивляется Десятый, одиннадцатый век Девятый, десятый века Это уже древняя Русь И это складывание настоящего денежного обращения Настоящего На основе явилась монета великой державы, великой империи Ее западные границы занимали Пиренейский полуостров Дальше спустимся с Северной Африки, Ближний Восток Дальше, дальше, до Индии Вот, и серебряная монета арабского халифата Называемый Дирхом И вот на основе его Дирхома Именно он стал первой монетой древнерусской И сложилась древнерусская система Река Березина Ее совсем незначительный приток Речка Студенка Неоднократно играли в мировой истории Выдающуюся роль Более всего ее, конечно, прославил Наполеон Но он не знал, что за много веков До его исторической переправы Это место облюбовали викинги В средние века наши белорусские реки Играли исключительно важную роль в континентальной торговле Знаменитый путь из Варяг в Греки Проходил по нашим землям И нет белорусской речки Куда бы не окуналось варяжское весло Именно с этим обстоятельством И связана история одного из складов Найденного в 2000 году У деревни Брели Борисовского района В нем оказался скандинавский меч Скрученный в спираль серебряная шейная гривна Набор разновесных гирик Для взвешивания золота и серебра И 290 купических дирхомов Серебряных монет арабского халифата В общем, стандартный набор странствующего варяга Откуда же взялось все это богатство? Есть несколько версий есть Первое, по-моему, не менее реалистичное Это погребения Ну, во-первых, погребения в плейме реки Затапливаемые Это нереально Во-вторых, я не знаю погребений Где присутствует бы такое количество монетов То есть около более 350 Потому что погребения Ну, обычно это нечастое явление Но одна, редко две монеты Все, больше три я уже не помню Поэтому эта версия, она не менее реалистична Она как бы отпадает Вторая То, что это так называемый Вотевный клад Вотевный дар То есть, вотевный дар Что это такое? Это значит, ну, у северно-германских народов Был обычай Преподносить богам какие-то подарки Для того, чтобы им сопутствовала удача То есть с просьбой обращались к богам Это более реальная вещь, конечно Угнение Но тогда нас нужно еще раз поздравить Потому что это первый зарегистрированный Лотинный дар На территории Восточной Европы Если это так Ну, а я больше склоняюсь к третьей версии Что это случайно Оброненное сокровище, которое было на человеке Споров этот клад наделал много Плавный спор об установлении датировки Был разрешен благодаря монетам Младшие монеты там датируются 890 Между 890 и 792 годом Вот эти монеты Этот клад сюда попал Почему? Если бы это были уже попозже немножко То там в это время попадает громадное количество монет Определенных там дат и определенных правителей Если бы это было попозже То, несомненно, этот клад бы добавился еще другими монетами Ну, сколько там из Булгара Или из Сувологии Или из Каспии Сколько может идти добираться Вот эти викинги Значит, до домой Или до наших шаров До березинов Ну, год Ну, не знаю, может быть два В числе перечисленных богатств находится Дирхом Джурджанской Чеканки Раритет мирового класса Всего три таких экземпляра Зафиксированы кладами Беларуси, Украины и Швеции Три систематическим собраниям государства Эрнитажа Так что нам есть чем гордиться Валентин Наумович, вот о кладах Как об одном из основных источников пополнения музейных собраний Монет вы уже упомянули А какие вообще есть еще пути пополнения этих собраний Кроме кладов? Клады каждый из нас Вы бы, я бы Жили бы мы в те времена Мы бы за свою жизнь За своей состоятельностью Мы бы сотни, а может быть тысячи раз закапывали клады Это был самый обыденный способ хранения ценностей Земля лучший сейф И пожар ничего не боится Подальше с оглядкой, чтобы Сказать, никто не заметил А, тогда возникает вопрос А почему так много кладов? Не закапывали же для будущих поколений исследователей Правда ведь? Случайность в том, что владелец клада Несчастливый Не востребовался сокровищ Внезапное смелость, бегство Потеря тайника Это редкое Психическое заболевание Да, что бы Но все дело в том, что Ведь прошли века многие И этих случайностей очень много накопилось 1972 год Деревня Казьянки Ну, окраинный поле Ночью пахота поля Наутро малыши обнаруживают на поверхности Несколько монет Идут в музей Сообщают На этом месте Человек случайный оказался Они приехали в музей Ну, идите покопайте Найдете, принесете Местору в шум поднять Они пошли В зале лопату Двоих своих коллег Четверках Четырехклассников Ага И пошли копать И результат испугал самих Такая залежь серебра Что ее не в состоянии ввести День был жаркий Они снимают маечки Их четверо Набивают там по ведру По ведру И выходят на шоссе Ухну в деревне Который идет прямо в полос Это окраина полоска По сути Можете представить эффект их появления в автобусе Где, откуда Это там дяденьки и тетеньки Там еще много И они с комфортом ехали До музея В пустом автобусе Принесли там Кшельсотрудники Алянка бежали А там уже Бакканали и грабежа Почти закончились Короче Мне пришлось там ввести Раскопки Изымать еще Из земли Растащенные монеты Клад датируется Очень хорошо По этим Осташься Даже монетам Это Где-то Начало 944 года Без тысячи Да, но Эта сумма Совершенно непонятная Это добрая казна князя Князь не накапывает деньги У него свои были Так сказать Хранилища специальные И так далее Что же это такое? В двух словах Исследование клада Местонаходки Чисто археологическое Привело к выводу Это Разбойничья казна Это В масштабах Европы Выдаю Даже остатки этого клада Совершенно дающие Часто хранится в полоске У кладоискателей Как у хребородов Свой сезон работы Начинается он Ранней весной Вместе с поселной Ну А сейчас Как вы понимаете О Дожинки Территория нашей Беларуси Буквально усеяна кладами И найти настоящий клад Наверное Мечта практически каждого Только не всякий Эту мечту Может реализовать Кому-то просто везет И он честно сдает Найденное государство Такие случаи К сожалению Большая редкость И тем большая радость Для ученых Чаще разыгрываются Настоящие трагедии Как это было например С уникальным Денежно-вещевым кладом Из деревни Литва Молодеченского района В нем находилось Два парадных пояса Датированные Первой половиной 15 века А даже оставшаяся Денежная часть Просто поражает Своим богатством 6186 Пражских крошей Просто сумасшедшая сумма И самый крупный Денежный клад На территории Бывшего великого Княжества Литовского И это только остатки Но порой Счастье улыбается И археологам Вишенский скарб Заявляется Одним из самых Уникальных На территории Беларуси А видать Не только Беларуси Такий склад Речь о одном комплексе Бывает Только раз Можно на тысячу год Знаходят Брат нашего Скарба Вишенского Знаходится У московского Кремля Там есть подобный Скарб Один Скарб Есть у нас Але больше таких Скарбов Неденима Уникальность этого клада Еще в том Что нашли его Археологи А точнее Студенты Археологи Летом 1979 Года Во время прохождения Археологической Практики Вишенский клад Относится к так называемым Кладам чрезвычайных обстоятельств Найден он был На крепостном валу Совсем недалеко От поверхности земли Эти бесценные сокровища Были просто завернуты Когда-то в обыкновенную Терепицу Слегка присыпанной Землей Вернее Глиной И камнями Судя по составу Принадлежал он Хозяйке замка Которая Спасаясь от нападавших На замок Полчищ По пыхах Спрятала свои сокровища Видимо В надежде Найти их В ближайшем будущем Самое удивительное То, что Место-то люди Никогда не покидали И даже Более того Били активную Хозяйственную деятельность А клад Так и не нашли Учим Уникальность Этого скарба Тем, что Им представлены Судовный комплекс Старожитно-русских Платежных Злитков Так званых Гривня И Жаночевы Прыгажения Он был Ухаван В 13-м Стагодзе Видать Самое Цекавое Тут Гривня Это был Так званый Безмонетный Перед Коли Зашли У минура Уже Скажем так Арабские Монеты Заходные Европейские Денары И в этот период Основные Грошовые Одзинка Именно это Были Гривни В этом Скарбе Есть Три Виды Гривни Это Так званые Новгородские Это Самые Важкие Гривни Они Важали Коля 200 граммов Это Ромбопадобные Киевские Важали До 165 граммов Но И Наибольш Легкие Это Так званые Литовские Ну Акбат Часно Называют Заходные Русские И Они Важали 100-105 граммов Лейтенал Деньги Наверное Начали Подделывать Тогда Когда Люди Научили Создавать Это Вечная Профессия Вообще Это Рассматривается Как Уголовным Преступлением Вот История Фальшивомонетчиков Как она Связана И Описана В Немезвадике Вообще Пока Существует Человечество Фальшивомонетчики Будут Потому Что Деньги Уничтожить Невозможно Как писали Потому Что Наступит рай Денег Не будет Все Вы Превосходно Знаете Конечно По имени Знаменитого Философа Греческого Создателя Школы Цинников Или Кинников Так и так Читает Диогена Ну так Вот Диоген Это Самый Древний Из Зафиксированных Так сказать Четко По имени Фальшивомонетчиков Мы знаем Массу Документов Особенно Со Средними Веками Характерно Монетный Двор Любой Европейский Как серьезное Предприятие Напиши Планировали Расходы На следующий Год Как и сейчас Делается И в обязательном Порядке Там была Статья Отдельная Расходы Дрова Монетчики Которые Которые Приходят На рынок С огромным Мешком Маленьких Ядовитых Змеек И выпускают Их Змейки Расползаются По разным Щелями Карманами Одинаково Больно Жалят Как очень Состоятельных Людей Так и Нищих Большиво Монетничество Явление Довольно Распространено В наших Знакомиться Ну скажу так Что посмотреть Действительно В открытом Виде Нужно Только В одном Мест Это Монезматический Кабинет Нашего Университета Все время Я его Создал Вот Сейчас Он растет Это единственная Стационарная Выставка Ну такого Конечно Полузакрытого Типа То есть Да А так Экспозит Монезматических Обычно Нет В Европе Еще Университет Два или три Случа Есть Стационарные Кабинеты В основном Уже клады Хранятся В фондах Тоже Под особым Контролем И так далее Вот Ну иногда Выставляются Ну не постоянно От и до Выставки Выставляются На обозрение Ну у нас Самые крупные Собрания Конечно Наш национальный Музей Наш кабинет Музематический Ну вот На ноги стали Областные музеи В основном И до конца Стали Выводить Отвесительный Порядок В районных Музеях Раньше Там был Беспредел Валентин Малович Большое Спасибо За очень Интересный Разговор Я хотел Напомнить Нашим Телезрителям Что у нас Сегодня В гостях Бом профессор Кафедры Археологии И специальных Исторических Дисциплин Белорусского Государственного Мюнерстета Доктора Исторических Наук Валентин Малович Репцевич От денег Все несчастья И беды Так считают люди Которые в них Видят лишь Средства Достижения Личных Целей Но посмотрите На содержимое Ваших кошельков С другой стороны Ведь то Что вы там Увидите Еще и замечательное Свидетельство Эпохи Действительно Деньги Пожалуй Самые гениальные Из всех Изобретений Человечества Вот только Памятника Их создателю Так никто И не удосужился Поставить История денег Бесконечна Чего не скажешь О нашей Передаче Нам есть еще О чем вам рассказать Но к сожалению Наша программа Подошла к своему Логическому завершению И мы Вынуждены Попрощаться с вами И сегодня мы говорим Вам до свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok